В эфире программа «Территория спорта». Здравствуйте! И вот что ждет вас сегодня в нашем выпуске. Профессиональный пляжный волейбол, его особенности, секреты, а также перспективы развития этого вида спорта в Адмуртии. Сергей Большаков, призер Чемпионата мира, участник Олимпийских игр по плаванию на открытой воде, о себе и о своих спортивных планах. Куба Калашникова. 13 июля Вежевский стартует международный турнир по BMX фристайлу. На какой спортивной площадке он пройдет и кто из лидеров сборной страны и зарубежья к нам приедет, расскажем. Но сначала коротко о событиях последних дней. В копилке Юлии Каримовой очередная медаль в Минске. На европейских стартах она в паре с Сергеем Каменским выиграла золотую награду в смешанных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки. Отличились наши земляки и в Румынии. На международном турнире по Ситарю они завоевали 10 наград. Одна из них золотая на счету юной живчанки Александры Волокжанины в разделе Кумите. Шесть медалей спортсмены Удмуртии привезли домой и из Италии. С Кубка мира по кикбоксингу в разделе сольные композиции. Героями турнира стали Григорий Иванов и Арина Шашева. И в Архизе на первенстве страны по маунтинбайку наши гонщики без наград не остались. Анна Миролюбова и Данил Москвин в кросс-кантри были третьими. Попали в десятку сильнейших и Григорий Калашников с Данилом Замараевым. Михаил Белокрылов занял первое место на всероссийских соревнованиях. Удмуртия становится одним из центров пляжного волейбола России. Этот вид активно развивается в республике. Свидетельство тому первенство при Волжье в Ижевске, на котором собрались сильнейшие юноши округа. Побороться за главный приз – путевку на первенство страны. О победителях и в целом о пляжном волейболе в нашей республике Илья Вихарев. Казалось бы, жара, песок лезет в глаза. Не лучше ли полежать и просто позагорать, как это делают обычные живчане? Нет, не лучше, признаются волейболисты. Это скучно, а здесь каждая секунда наполнена азартом, энергией, концентрацией внимания. Вообще пляжный волейбол – штука сложная, отмечают специалисты. Тут надо уметь все, на самом деле. Уметь принимать, уметь думать, уметь атаковать, уметь давать передачу. То есть, если у нас в классическом волейболе шесть человек играют, там всегда можно закрыть, тут тебя никто не закроет. Ты один, и у тебя есть товарищ. Вы двое. В республике пляжный волейбол на высоте и первенство при Волжье этому наглядное доказательство. Соревнования доверяют только регионам с развитой инфраструктурой и хорошими показателями. Безусловно, ситуация изменилась с открытием в Ижевске центра пляжных видов спорта. Вы сами прекрасно видите, какой у нас стадион. То есть, площадки соответствуют тому уровню, где могут заниматься и играть в первенство России, и в том числе просто прийти, ребята, и поиграть. На первенство при Волжье приехали 16 команд юношей в возрасте от 15 до 17 лет. Задача у всех одна – войти в призовую тройку. Именно при этом условии команда получает право поехать на первенство России в Анапу. Турнир состоится в августе. По словам гостей, рады приехать в Ижевск. База отличная для проведения данного уровня соревнований. Шесть кортов, горожные площадки. То есть, судейство на довольно высоком уровне. Проживание отличное. В возрастной группе до 17 лет пара Александр Томилин и Руслан Гришин стал обладателем серебряных медалей и путевки в Анапу. Томилин – совсем юный волейболист, однако за плечами множество побед, а впереди, несомненно, большое спортивное будущее. Помимо региональных, также лично я выигрывал за другой регион. Второе место мы взяли на первенство России по среднему возрасту в том сезоне. Мы занимали командную Дмуртской республики в классике. Третье место на всероссийских соревнованиях Лока Волей. Также в этом сезоне мы с другим уже напарником вышли в финал спартакиады со второго места Приволжского федерального округа. На финал спартакиады Александр отправится в июле в Вологду. А в младшей возрастной группе до 15 лет победу на первенстве Приволжье в Ижевске праздновал ижевский дуэт братьев Ардышевых. Егор и Кирилл в августе тоже поедут в Анапу бороться за победу на первенстве России. Добавлю, пляжный волейбол – олимпийский вид спорта, поэтому не исключено, что в перспективе удмуртские волейболисты отправятся и на главные старты планеты. Он уже вписал свое имя в историю российского и удмуртского спорта. В его копилке достаточно наград. Нет пока самой ценной – олимпийской и очень желанной для него. Но это считает пловец-марафонец Сергей Большаков – дело времени. О себе, семье, увлечениях и спорте – бронзовый призер чемпионата мира и Европы, неоднократный призер Кубка планеты, участник Олимпийских игр в Лондоне. И это еще не весь его послужной список. Модр подтянут, заряжен на результат. Большаков вновь приступил к тренировкам. Говорит, небольшой перерыв из-за травм плечевого и коленного суставов пошел ему даже на пользу. Все мои функциональные показатели, как всегда, на высоте. Никакого физиологического спада нет, яма тоже не было. Просто нужно было немножко взять перерыв, чтобы восстановить все связки, немножко собрать мысли в кулак, почистить свою memory card и взяться с новыми силами. Тренировочный процесс идет по плану. Сергей готов свернуть горы и в этом году и в следующем, Олимпийском 2020-м. Он привык ставить перед собой четкие цели, в достижении которых не сомневается. Реалист и трудяга, родившийся в год дракона. А эти люди обычно достигают успеха. Олимпиада, безусловно, это наивысшая цель, участие в этом сезоне. Надеемся, что попадем, будем работать в команде с моим старым молодым тренером. Будем добиваться этой цели. Не мечтал, не равнялся на чемпионов. Шел он в спорте своим путем. Трудолюбие и полная самоотдача. Талант, конечно же. Он обделен им не был. Говорит, предрасположенность к плаванию была заложена при рождении. Мама Сергея, Ирина Александровна, первый мастер спорта в Адмуртии именно в этом виде. Но в детстве записали родители Сергея совсем другую секцию. Меня вначале отдал мой папа в дзюдо. Я два года занимался в дзюдо. Так мне очень нравилось, прямо фанател. Интересные тренировки по сравнению с тренировками в бассейне, конечно. Но поскольку у меня мама первый мастер спорта, я такой настоятельный человек. И отдала меня с опозданием два года в девять лет в бассейн. С тех пор я лицом вниз по черной полосе туда-обратно. По этой черной полосе туда-обратно плавает он уже более 20 лет. За это время копилка его наград пополнилась бронзой чемпионата мира и Европы. Серебром всемирных военных игр и этапов Кубка планеты. Был Большаков уже 10 раз чемпионом страны. Ну, не спорт, а обычный человек. Пахавшись на тренировке, люблю полежать, восстановиться. Особенно восстанавливает меня хорошо сон. Прогулки, лесные прогулки. Сезонные, не знаю, за грибами нравится ходить. Рыбалка иногда нравится тоже по вдохновению. Один из главных стартов в этом году – всемирные военные игры. Они пройдут в октябре в Китае, а там, не за горами, и летние Олимпийские игры в Токио, где выступить Большаков намерен. Дачу и садо-огород на время забудем. Ижевск впервые будет принимать международный турнир Куба Калашникова по BMX Freestyle. Любители этой экстремальной дисциплины ждут в середине июля на одном из лучших скейт-парков страны. Сильнейшие райдеры российской сборной приедут и будут выступать наши земляки. Денис Тубылов сейчас все подробно расскажет ему. Слово. Здравствуйте, ижевчане и гости столицы Удмуртской республики. Меня зовут Тубылов Денис. Я судья-информатор категории BMX Freestyle. Сейчас вы можете видеть, как BMX выполняют трюки. Скоро в Удмуртской республике, а точнее в городе Ижевске, в нашем современном новом скейт-парке пройдет соревнование международного класса с 12 по 14 июля. Всех ждем, всем быть. Не планируйте в этот день выезд на дачи, чтобы не пропустить ни одного трюка в исполнении лучших BMX райдеров России. Таких, как Ирек Резаев, Костя Андреев и Александр Никулин. BMX – это олимпийский вид спорта. Очень серьезный вид спорта. Как можете видеть, очень серьезные высоты, крутые трюки. BMX Freestyle, во-первых, это исполнение трюков в фазе полета на фигурах скейт-парка. Судьи же на соревнованиях оценивают красоту, стиль, точность выполнения трюков. А сейчас я хочу вас познакомить с одним из лучших райдеров Удмуртии. Его зовут Данил Богатырев. Данил, поехали. Привет, Данил. Покажи-ка нам что-нибудь классное, чтобы наши зрители оценили, что это такое BMX Freestyle. Насколько это круто, насколько это мощно. Будет супер-шоу, всех ждем. И еще раз напомню, 13-14 июля, Ижевск, Сети-парк, международный турнир по BMX Freestyle. Начало в 13.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин